Всем салют, с вами Ягуд. Ну что, появились удаленные сцены из фильма Mortal Kombat? Сцены, которые не вошли в финальную часть картины. И посмотреть на них спустя некоторое время после просмотра фильма, конечно, будет здорово. Естественно, некоторые сцены будут без использования компьютерной графики. Итак, давайте на них посмотрим. Вот огромный плакат с Джонни Кейджем. Этот персонаж вроде и есть в фильме, а вроде бы как его и нет. Самое главное нам не показали, это, конечно, его лицо. Эта сцена должна была быть где-то в начале фильма. Однако крупным планом ее показали только в конце. И это здорово. В этой сцене Коулу Янгу, который летит в самолете на пути к храму лорда Рейдена, снится кошмар. Перед ним появляется скорпион в преисподне, он же Ханзе Хасаши, который просит освободить его. Сцена немного даже пугающая, но тут есть все звенья цепи. Ханза, Кунаэ, ребенок и, собственно, Коул Янг. В этой же сцене полета нам показали Кана, который общается со своей давней знакомой. И вот я пытался засунуть этому парню его орешки и ему же в глотку. И все, о чем я думал, это о том, что подарить маме на Рождество. Да прекрати уже. Ты не хочешь вспомнить, что это я выбросила вас из зоны боевых действий? Придержи лошадок. Выплата долга. Вот о чем я говорю. Что ж, приятель, тогда и мне дай немного. Вы все еще должны мне за то, что я вытащила вас из той мясорубки. В тебя стреляли в джунглях разгневанные племена, отравленными дротиками. В тот момент я пыталась посадить самолет. Ой, сейчас расплачусь. Тебе ж заплатили, не так ли? Нет, за Джерака я ничего не получила. Я уже и забыл за Джерака. Ты его оставила? Да, сейчас его голова, наверное, уже где-то висит. Как мы видим, они обсуждают Джерака и какое-то племя. Так что, возможно, Кана пересекался с ночным волком. В этой удаленной сцене Рейден, Лю Кан и Кун Лао обсуждают и избранных воинов земного царства. Лорд Рейден, несмотря на наши усилия, до сих пор нет никаких признаков прогресса. Физически они способны, но морально слабы. Мы обеспокоены, что они не раскроют свои арканы вовремя. Лю Кан, Кун Лао, мы должны быть более находчивыми и устранить все отвлекающие факторы. Найдите их слабости и превратите в их силу. Мы не сдадимся, Лорд Рейден, но я думаю, что мы должны отправить Мисс Блэйд домой. Нет. У нее есть своя роль. Она останется с нами. Как угодно, Лорд Рейден. А вот сцена Шанг Цунга и Мелины. Рептилия мертв. И теперь другие чемпионы земного царства уже на пути к храму. Мы должны идти сейчас же. Твой план не работает. Ты сомневаешься в моих решениях? Я создал тебя. Я кормил тебя нектаром из источника. Я даровал тебе жизнь. Если ты подвергаешь сомнениям то, что я делаю, тогда зачем ты мне нужна? Мой план сработает. Даже если мне придется взять все в свои руки. Я прощаю тебя. Я прощаю тебя. В этой сцене Саб-Зиро противостоит Шанг Цунгу. Вы знали, что наследник Асаши жив. Вы не сказали мне. Я не знал. Ты не должен терять хватку. Земное царство все еще в пределах моей досягаемости. Это ничего не меняет. Это меняет все. А здесь Саб-Зиро уже в храме Рейдена. Он медленно осматривает все вокруг. Думает о чем-то. Возможно вспоминает что-то. Возможно, что он уже был здесь. Или ему просто интересно. Ну, это я шучу, конечно. Вот так вот. Честно говоря, все эти сцены потрясающие. Их вполне можно было оставить в фильме. Но создатели посчитали иначе. Я понимаю, почему они не добавили сцену с крупным планом плаката Джонни Кейджа. Это было бы уже не так интересно, как увидеть его в самом конце. Хотя он мелькал в течение фильма. Но незаметно. Но остальные вполне добротные. Особенно сцены с Коул Янгом и Скорпионом, Шан Цунгом и Милиной. И Шан Цунгом из Саб-Зиро. Вот они реально классные. Не пойму, почему их не оставили. Но имеем то, что имеем. Подписывайтесь. Всем спасибо. Всем пока.